Всем привет из дождливой Португалии! Хотя нет, погодите секунду, мы не в Португалии, мы в Макао! В специальном административном районе Китая номер 2 и бывшей португальской колонии. Мы находимся в историческом центре города, который является собой наследие, скажем так, владычества Португалии. И надо сказать, что именно Макао перешел под владычество Китая только в 1999 году. И произошло это без такого широкого резонанса, как, например, это было с Гонконгом. Ну, разумеется, поскольку это бывшая португальская колония, то большинство надписей тут продублировано на кантонском и, естественно, на португальском. Например. Но проблема, пожалуй, в том, что на португальском в Макао уже давненько никто не говорит за ненадобностью. И в основном в ходу, разумеется, кантонский. Ну и, конечно же, в последнее время очень много туристов с материкового Китая, поскольку Макао, помимо прочего, еще является и игровой столицей Азии. Поскольку на территории материкового Китая азартные игры находятся под запретом, хотя, безусловно, есть свои моменты, как это можно обойти. В Макао казино абсолютно легальный, их здесь много. Самые, наверное, известные из которых это казино Вин, где находится танцующий фонтан, и казино Гран-Лисбуа, которое известно по своей причудливой форме, непоскорбно напоминающий большой цветок. Да, не повезло, достал меня дождь. Ну и возникает вопрос, а как сюда, собственно, попасть? Если вы едете из Гонконга, все довольно просто. Вы берете турбоджет Макао, это катер на подводных крыльях, и спокойненько доезжаете на нем сюда. Без проблем выходите, проходите там формальную таможню, и вы здесь. Виза не нужна. Либо, если вы прилетаете сюда на самолете, то, в принципе, процедура абсолютно такая же. Именно за это я и люблю административные районы Китая, специальные. Нам туда можно без виз. И это круто. Лишь бы с Японией вот так вот сделали, было бы хорошо. Прямо перед нами бывшее здание городской управы, как я понял. Покажу вам улицу с другой стороны. Какой-то непонятный митинг. Честно сказать, поскольку написано на кантонском, я нихрена не понимаю. Знаете, удивительное дело, когда ты знаешь японский язык, но не знаешь китайского. Ты выхватываешь какие-то отдельные иероглифы из текста, понимаешь их значение, но смысл всего предложения тебе в принципе непонятен. Этим, наверное, интересна иероглифическая система письма. Кстати говоря, казино Гранд Лизбо. Если видите вот это вот желтенькое здание вдали, это оно и есть. Господи, этот митинг. Надо от него немного отойти, уж более шумные ребята. Что касается туристов, то в Макао в основном континентальные китайцы. Европейцы есть, но их довольно-таки мало. Ну, скажем так, все это больше связано с тем, что китайцы это офигительные фанаты азартных игр и остановить их очень трудно, если не невозможно. Вообще у азиатов страсть к азартным играм, по-моему, на каком-то генетическом уровне. Хотя все прекрасно понимают, что в выигрыше всегда остается казино. В общем, если вы поехали в Гонконг, хотите посмотреть что-то еще, то я очень вам советую потратить, получается, 340 долларов туда-обратно на билет и посетить Макао. Хотя бы на один день. Посмотреть на этот, скажем так, край-казино по объему, собственно, оборот денег, давно произошедшего в Лас-Вегас. Ну и посмотреть на былое наследие португальской колонии, которой здесь, конечно, уже давно нет. Но, тем не менее, европейское влияние тут чувствуется. И здесь-таки довольно прикольно находиться. Чувствуется какое-то веяние давней страны. Ну, на этом все. И увидимся в следующих выпусках. Всем пока!